Конкур Что должны сделать участники со своим конем? Конечно же, разогнаться и преодолеть эти препятствия. Их у нас сегодня четыре. Участники должны не задеть ни одного препятствия. В этом году на дисциплину конкур заявились Анастасия Кунгурцева на Вихре под первым стартовым номером представитель Тымовска, под вторым стартовым номером Александр Белов на Тарзани и 12-й стартовый номер Юлия Ситникова на Победе, Александр и Юлия из команды Южно-Сахалинска. Итак, мы начинаем дисциплину конкур. Анастасия Кунгурцева на Вихре под первым стартовым номером. Анастасия, пожалуйста, к препятствиям мы вас ждем. Я хочу отметить, что в конно-спортивных соревнованиях есть дерби, есть конкур. Также есть дисциплина скачки вокруг бочек брелл-рейсинг. Ну и змейка. Они не представлены традиционно. Здесь, на Золотой Подкове, в Тымовском, у нас есть три дисциплины. Одна из них необязательная. Есть вижу Анастасию. Вышла Анастасия на трек, на наш. И сейчас судьи разрешают прохождение препятствий. Все готовы к работе. Не спеша Анастасия Кунгурцева и Вихрь движутся к преодолению препятствий к конкуру. Я хочу отметить, что не только прохождение препятствий, чистое прохождение препятствий оценивается судьями, но еще и время, за которое участник при пересечении стартовой отметки преодолел эти самые препятствия. Четыре препятствия у нас с вами есть. На двух препятствиях планки горизонтальные стоят на нижней позиции и на двух препятствиях планки стоят на верхней позиции. Не хочет Вихрь проходить первое препятствие. Давайте вторую попытку, пожалуйста, судейская коллегия. Вторую попытку все-таки дадим Анастасии. Итак, есть первая. Ну, давайте, друзья, ваши аплодисменты Анастасии Кунгурцевой и Вихрю. Первое препятствие было пройдено чисто, второе препятствие, к сожалению, было задето, и Вихрь отказался дальше проходить дистанцию. Итак, я вызываю сюда второго участника, второго стартового номера. Судейская коллегия вносит изменения в протокол, в место. Анастасия, вернитесь к нам. Давайте еще раз третью попытку судейская коллегия вам дает. Давайте, друзья, поддержим, потому что волнительно достаточно. Еще и много отвлекающих звуков и флажков. Подгоняй, подгоняй. Давай сразу, я тебе здесь щекну. Сразу, 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 начинай. Сразу начинай, пошла. Давай, пошел. Бьют судьи отсечку. Пошел. Молодец, пожалуйста. Пошел. Но, нет, все-таки Вихрь не желает проходить дистанцию. Тем не менее, аплодисменты Анастасии. И давайте двигаться дальше. Второй стартовый номер. Конь Тарзан. И судейская коллегия вносит изменения в протокол. Иван Асачий вместо Александра Белова будет на Тарзане. Пожалуйста, прошу. Иван Асачий, Конь Тарзан, пожалуйста, прошу. К препятствиям приступить к прохождению дисциплины конкурс. Судья о времени готов. Судьи на дистанции также готовы. Я напомню, что время начинает идти после пересечения лошадью стартовой отметки. Отличным темпом Тарзан и Иван Асачий проходят все четыре препятствия. Достаточно высокий темп и очень-очень чисто. Итак, мы с вами движемся дальше. Я приглашаю на старт Юлию Ситникову и победу. 12-й стартовый номер. Южно-Сахалинск. Юлия, пожалуйста, можете приступить к прохождению препятствий. Давайте еще раз, друзья, аплодисменты Ивану. Молодец, показал высший класс. Я напомню, друзья, что конкурс – это самый массовый и популярный вид конного спорта, который означает преодоление препятствий. И вот в этих конкурсах по заранее установленному маршруту судьи оценивают частоту прохождения и скорость движения. Спортсмены, конкуристы нашей страны не раз демонстрировали высокие результаты, выступая и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира, а также олимпийских играх. Но вот, к сожалению, золотых медалей пока не было. Уверен, наше победное золото в этой дисциплине еще впереди. И посмотрим, принесет ли победу Юлии Ситниковой ее лошадь победа. 12-й стартовый номер. Я напомню, дорогие друзья, что еще и время здесь очень важно. Хорошо, если чисто пройдены все препятствия. Очень хорошо аплодисменты Юлии Ситниковой, друзья. Обязательно сейчас судьи времени передадут нам результаты. И мы с вами узнаем, кто из двух участников, я напомню, это был Иван Асачий на Тарзане из Южно-Сахалинска, Юлия Ситникова на победе также из Южно-Сахалинска. Кто из них возьмет победу в этом заезде? Итак, дорогие друзья, есть результаты по времени, по времени прохождения. Иван Асачий и Конь Тарзан 7 секунд 58 сотых и Юлия Ситникова на победе 7 секунд 46 сотых. Вот такие результаты, ваши аплодисменты, друзья. Я сейчас озвучу тех участников, которые у нас вышли в финал в борьбу на приз мэра муниципального образования Тымовский городской округ. Вот эти участники. Валерия Журавлева под третьим стартовым номером из Южно-Сахалинска на Утехи. Юлия Брагина под пятым стартовым номером из Южно-Сахалинска на Песте. Александр Белов под вторым номером на Тарзане из Южно-Сахалинска. Николай Малахов на Пегасе, одиннадцатый номер из Александровска-Сахалинского. Ивана Сачина и Нигме, тринадцатый стартовый номер из Южно-Сахалинска. Алена Коптелова на Легенде под пятнадцатым стартовым номером из Тымовского. И Екатерина Бурякова на Пирате под шестнадцатым стартовым номером также из Тымовского. Семь участников у нас в заезде на призы мэра муниципального образования Тымовский городской округ. И шесть участников у нас вышли в финальный заезд на призы губернатора Сахалинской области. Вот эти участники. Валерий Малахов на Гордом из Александровска-Сахалинского под шестым номером. Мавланбек Хасанов на Кадриле под седьмым номером из Южно-Сахалинска. Александр Карпенко на Аргента под девятым номером из Южно-Сахалинска. Следующая участница из областного центра под десятым стартовым номером Марина Дурова на вердикте. Анна Винжега на Графе под восемнадцатым стартовым номером из Тымовского. И Павел Карпенко на Сафари под семнадцатым стартовым номером из Южно-Сахалинска. Вот такие у нас с вами, дорогие друзья, результаты. Ну и участники у нас готовы на линии старта. Почетное право дать команду на забег предоставляется мэру муниципального образования Тымовский городской округ Сергею Максимовичу Романютенко. Итак, не все семеро еще на старте. Минуточку буквально нужно подождать. Сопротивляются, сопротивляются лошади на старте. Волнуются, переживают. Итак, друзья, готовы болеть? Я думаю, что вы выбрали себе фаворита. И мы сейчас с вами увидим настоящую битву за первое место. Итак, мы готовы. Внимание! Итак, дан старт к финальному забегу на призы мэра муниципального образования Тымовский городской округ. Участники рванули на трассу на 1700 метров. И вы видите, как сосредоточен каждый из наездников. Красивое зрелище. Сейчас участники разбираются, занимают позиции, насколько они им выгодны. И главная битва будет уже здесь, на последних метрах финишной дистанции. Иван Осачий идет на первом месте. Николай Малахов на втором месте. Валерия Журавлева на третьем месте. Вот такая тройка лидеров. Очень плотно сейчас идет. Очень плотная борьба. Николай Малахов на «Пегасе» сейчас занял лидирующую позицию. Тянет за собой весь остальной пилотон. Очень плотно идут участники. Буквально ноздря в ноздрю. И скоро будет на наших глазах развязка этого завега. Не выдохнется ли «Пегас», занимая лидирующую позицию. И вот здесь уже сменяется лидер, насколько я вижу. И вот как раз расклад сил здесь меняется. Вот на этом повороте и выход на финишную прямую. Вот где нужно отпустить. Вот где нужно дать волю. Алена! 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 Алена, давай! Итак, буквально последние десятки метров участники на финишной прямой. Давай, давай, давай! И посмотрите, какой рывок сейчас. Иван Асачи, Алена Коптелова и Валерия Журавлева. Вот лидеры! И вот он, финиш, друзья! Есть у нас лидер Ивана Асачи на «Энигме». Это первое безоговорочное место. Аплодисменты, молодцы, молодцы, молодцы участники. Теперь мы знаем, кто забирает приз мэра муниципального образования «Тымовский городской округ». Куда уходит этот приз? Второе место у Алены Коптеловой на «Легенде». 15-й стартовый номер, третье место у Юлии... У Валерии Журавлевой на третьем месте. Вот она, тройка лидеров. И, конечно же, в конце мы увидим этих лидеров на пьедестале по отчетам. И ждем, ждем главную развязку. Ждем забег на приз губернатора Сахалинской области. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Коптелова 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 В прошлом году представлял команду из «Анивы» на моде. Сегодня другой расклад. Вот участники финального забега на призы губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина». Валерий Малахов верхом на гордом, шестой стартовый номер из Александровска-Сахалинского. Хасанов Мавланбек на кадриле, седьмой стартовый номер Южно-Сахалинск. Александр Карпенко на «Аргента», девятый стартовый номер Южно-Сахалинск. Марина Дурова на вердикте, десятый стартовый номер Южно-Сахалинск. Анна Винжега на «Графе», 18-й стартовый номер Тымовская. И Павел Карпенко на «Сафари», 17-й стартовый номер из Южно-Сахалинска. Право дать сигнал к началу финального забега я предоставляю исполняющему обязанности министра сельского хозяйства Сахалинской области Александру Владимировичу Якуше. Александр Владимирович, пожалуйста, мы ждем вас возле нашей рынды. Участники готовы бороться за самый главный приз года. Итак, внимание участникам и зрителям. Есть старт участников, друзья. Давайте болеем, определяемся с тем, за кого мы болеем. Главная интрига дня сегодняшнего. Борется Александр Карпенко за лидирующие позиции прямо со старта. Да, Павел Карпенко там стартанул, хорошую стартовую скорость взял. Вот, в принципе, он держит, держит Павел на «Сафари». Сейчас лидирующие позиции. На предпоследнем месте Александр Карпенко на «Аргента». Но видим, как растягиваются участники. Очень плотно идет вторая тройка. Борьба. Посмотрите, там прям неистовая борьба. Пропускает Александр Карпенко на «Аргента». Сейчас участников вперед. Замыкает вот эту шестерку. Возник такой пробел, да, возникло свободное место. Павел Карпенко на «Сафари» идет первым. Марина Дурова на вердикте сейчас на втором месте. И я вижу, что постепенно меняется. Там ситуация подтягивается. И Александр Карпенко на «Аргента» сейчас занимает четвертую позицию. Хорошо вот здесь растягиваются участники. Делают между собой неплохое расстояние. И ситуация сейчас стремительно начнет меняться. Мы видели, как Александр Карпенко на «Аргента» придерживал своего коня. Сейчас он его должен отпустить. Плотная борьба. Александр Карпенко принимает вправо. И это ли не сход с дистанции? Догнать уже не получится сейчас. Хасанов Мавланбек. Борьба. Борьба сейчас между Мавланбеком и Мариной. Да, друзья, вот такой расклад, вот такой расклад у нас неожиданный получился. Начал набирать скорость Александр Карпенко и «Аргента» испугался чего-то. Все, друзья мои, мы с вами стали свидетелями последнего заезда 12-х региональных соревнований по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области. Золотая подкова Сахалина и конно-спортивных соревнований на призы мэра муниципального образования Тымовский городской округ. Тымовское дерби. Мы сейчас даем судьям немного времени для заполнения протоколов соревнований. Продолжение следует... Еще раз все участники конно-спортивных соревнований просим вас подойти к сцене для построения. Продолжение следует... Итак, дорогие друзья, уважаемые участники соревнований, уважаемые зрители, прежде чем мы засчитаем протокол судейской коллегии по итогам 12-х региональных соревнований по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области, золотая подкова Сахалина и конно-спортивных соревнований на призы мэра муниципального образования Тымовский городской округ Тымовское дерби, начинаем церемонию награждения участников в соревнованиях конкурс. И под аплодисменты мы приглашаем победителей на пьедестал подсчета. Третье место Анастасия Кунгурцева и ее конь Вихрь Тымовская. Второе место Ивана Сачи на Тарзане, Южно-Сахалинск. И первое место Юлия Сидникова. Победа Южно-Сахалинск. Для проведения церемонии награждения в соревнованиях конкурс приглашаются Третье место обручает директор департамента физической культуры и спорта Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Радыгина Ирина Евгеньевна. Второе место обручает директор Сахалинского политического центра номер два Емельянов Сергей Вячеславович. И первое место депутат Сахалинской областной думы Воронцов Владимир Иванович. И да, в кубах диплом медали денежный приз в размере пяти тысяч рублей вручается Анастасия Бунгурцева из Дымовского. Занесший третье место в соревнованиях конкурс. Денежный приз в третье место от директор авторитета марабаза авторитета Андрея Звябина. Также кубком диплома медалью денежным призом в размере десяти тысяч рублей награждается Иван Асачи из Южно-Сахалинска, занявший второе место в соревнованиях конкурс. Денежный приз предоставлен индивидуальным предпринимателям Николаем Ивановым. И дипломом, медалью, пунктом, грамотой награждается Юлия Ситникова. И получая денежный приз в размере пяти тысяч рублей, Юлия заняла первое место в соревнованиях конкурс. Денежный приз за первое место предоставил спонсор по на спортивных соревнованиям индивидуальный предприниматель Александр Москвизин. Я вам говорил, что скорее всего Юлия ее победа принесет победу, и это не случилось. Уважаемые друзья, наши гости, пожалуйста, если есть пару слов, мы вас приглашаем к нашему микрофону. Ну и, конечно же, традиционное фото, обязательное фото с участниками, с победителями, которые готовились, сами и готовились на их машине. Уважаемый Сергей Максимович, уважаемые жители Дымовского городского округа, примите искренние поздравления и пожелания за то мероприятие, которое вы нам предоставили сегодня. Сергей Максимович, вам особое спасибо и особенная благодарность за организацию этого мероприятия. Начиная с 2006 года вы внедрили конно-спортивное соревнование, и до сих пор вы являетесь неизменным основателем и самым, наверное, лучшим человеком, который развивает конно-спортивный спорт. Огромное вам спасибо. Жители, у вас очень замечательный мэр. Удачи вам, здоровья, любви и всех благ. Спасибо большое, друзья. Ваши аплодисменты. Друзья, здравствуйте. Я тоже хочу выразить искреннюю признательность Сергея Максимовича Романитенко за такой прекрасный праздник. Вам, дорогие друзья, спасибо за огромную поддержку. А вам, дорогие участники, в добрый путь участвуйте. 12-й раз сегодня, дай бог будет 13-й, 14-й, 15-й и так дальше. Вам победы, всех благ. Спасибо. День стал почёта приглашается. Третье место. Валерия Журавлёва, Южно-Сахалинск. Со своей лошадью Утеха. Второе место. Алёна Коптелова, Тымовская. Лошадь-легенда. И первое место. Иван Осачий, Южно-Сахалинск. Энигма. Для проведения церемонии награждения приглашаются. Вручает третье место директор Сахалинского политического центра номер 2, Емельянов Сергей Вячеславович. Второе место. Вручает советник губернатора Сахалинской области по спорту, Саидов Олег Еликбаевич. И первое место. Вручает мэр муниципального образования Сыновский городской округ, Сергей Максимович Романитенко. Итак, диплом, медаль и денежный приз в размере 10 тысяч рублей вручается Валерии Журавлёвой. Южно-Сахалинск, занявший третье место в гонно-спортивных соревнованиях на призы мэра муниципального образования Тымовский городской округ, Тымовская дерби. Диплом, медаль и денежный приз в размере 15 тысяч рублей вручается Айлёне Коптеловой. Тымовская, занявший второе место в гонно-спортивных соревнованиях на призы мэра муниципального образования Тымовский городской округ, Тымовская дерби. Диплом, медаль, Кубок победителя и денежный приз в размере 110 тысяч рублей вручается Ивану Асачему, занявшему первое место в гонно-спортивных соревнованиях на призы мэра муниципального образования Тымовский городской округ, Тымовская дерби. Южно-Сахалинск! Дорогие друзья, традиционная фонда, давайте вместе с победителями с нашими, обязательно. Сергей Максимович, давайте фонду. Продолжение следует... Это 12 лет конно-спортивные соревнования, которые, можно сказать, не случайно возникли на нашей земле. Они просто стали продолжениями той большой жизни, которая всё время на протяжении 137 лет живёт наш район. И вот те слова благодарности, которые сегодня были сказаны, это, прежде всего, ваши. Потому что вместе с вами мы решаем многие-многие вопросы, и которые касаются и производственной деятельности, и, естественно, культуры. Поэтому вот эти культурные мероприятия, которые мы с вами проводим на территории нашей земли, нашего района, фестиваль Сена, Шансон, и вот эти конно-спортивные соревнования – это только ваша заслуга, ваше участие. Поэтому это наш общий праздник. Я вас поздравляю с этим праздником. Но прежде всего хочу выразить благодарность губернатору Сухолинской области за то, что они поддержали вот эту нашу идею, поддержали вот этот наш праздник, и сегодня принимают активное участие в этом празднике. Ну, не смог приехать Олег Николаевич, потому что действительно много непредвиденных обстоятельств. Но приехали его заместители, приехали министры. Выразить благодарность, естественно, Министерству культуры, Министерству спорта, ну и, конечно, выразить благодарность нашему управлению культуру и всем, всем тем, кто принимал участие, и наши спонсоры, и наши работники администрации, и все вы, что вы пришли сюда и разделили этот праздник. Всем вам здоровья, счастья, удачи. Ну, а нашему району всегда держать вот эту марку, в которой мы отличаемся, наверное, от многих районов, не только Сухолинской области, но и нашей России. Праздник у нас. Традиционное общее фото с участниками, с победителями. Всем спортивным удачи, хорошего настроения и новых спортивных побед. Спасибо вам! И сейчас наступает самый главный момент сегодняшнего дня. Начинаем церемонию награждения победителей и призеров в региональных соревнованиях по конному спорту на призы губернатора Сахалинской области золотая подкова Сахалина. На пьедестал почета приглашаются третье место Павел Карпенко Сафари Южно-Сахалинск Второе место Мавланбек Хасанов Кадриль Южно-Сахалинск И первое место Марина Дурова Вердикт Южно-Сахалинск На улучшение главных наград соревнований приглашаются Третье место Включает Депутат Сахалинска Оргонской думы Воронтор Владимир Иванович Второе место Включает Думкратный олимпийский чемпион Павловского Советник-губернатор Сахалинского университета Спорта Заимов Олег Филиппайнич И первое место Включает Исполняющий обязанности Министра Сирского хозяйства Сахалинской области Иркуша Александр Владимирович Итак Диплом Медаль Кубок и денежный приз В размере 100 тысяч рублей Вручается Павлу Карпенко Занявшему третье место В региональных соревнованиях По конному спорту На призы Губернатора Сахалинской области Золотая подкова Сахалина Диплом Диплом, медаль, кубок и денежный приз В размере 150 тысяч рублей Вручается Магланбеку Хасанову Занявшему второе место В региональных соревнованиях По конному спорту На призы Губернатора Сахалинской области Золотая подкова Сахалина Дорогие друзья Я еще раз хочу огромное спасибо сказать За этот замечательный спортивный праздник Я получил лично огромное удовольствие Спасибо вам в нашей команде Управление Культуры, спорта и молодежной политики И конечно Я честно говоря Думаю поражен Сегодня Культурной программой Мы честно посетели Сейчас мы разговаривали Отправляем на Евровидение Первые места Спасибо вам огромное Спасибо вам огромное Все лучших результатов Добра здоровья Хорошего настроения Счастья Ну что ж друзья Да давайте Все участники Обязательное фото Потому что Каждый из вас Сегодня внес Большой вклад В то Чтобы эти соревнования Состоялись Я думаю Что даже если Вы сегодня Не получили свою медаль Что-то не получилось Вы все равно победители Самое главное Что вы вышли на старт Это уже большая победа Молодцы Еще раз аплодисменты Друзья Нашим участникам Ради них Мы сегодня сюда Приехали И наслаждались Этим действительно Большим праздником